Алексей Сергеевич. Мирных жителей, конечно, всегда очень жалко, но мы должны помнить, что Карабах это все-таки Азербайджан. А эта земля принадлежит ему по международному праву. Он за нее воевал, за возвращение этой земли. И что самое интересное, захватив город Шуша, да, он остановился перед триумфом и согласился, благородно согласился пустить миротворцев и поэтапно, медленно передать районы обратно Азербайджану. Соответственно, мы понимаем, что как еще более благородно повести себя Азербайджан в этой ситуации мог, я не представляю. И армянам дали неделю на выход из этих районов, которые передаются Азербайджану. Да, мало, да, их очень жалко, но мы помним, что в 93-м году азербайджанцы убегали раздетые, разутые, а кто не убегал, те отправлялись не в другой город, а на тот свет. Это абсолютно трагическая ситуация, которую сегодня забывать нельзя. Да, это было давно, но забывать мы это не можем. Самое главное, что мы видим, как себя сегодня ведут власти Армении. Понятно, что после военного поражения очень хочется мести, хочется сжать кулак и вернуть, как они считают, свое. Но мы знаем, к чему приводит реваншизм. Мы в Европе в 20-м веке прекрасно это видели. Что сегодня должен сделать Никол Пашинян? Он должен проглотить гордость, позвонить Ильхаму Алиеву и сказать ему, Ильхам Гейдарович, самое главное, не земля, а люди. Пожалуйста, давайте вместе сделаем так, чтобы люди, которые уходят, ушли спокойно, ушли нормально. Их никто не обижал. Может быть, да, чтобы остались кресты на этих церквях, которые там есть. Потому что главное, это люди, а не земля. И сегодня Азербайджан ведет себя максимально благородно в этой ситуации. Потому что 93-й год забывать мы не можем.